Музыка Химический завод, если взглянуть на него глазами профессионального механика, представляет собой набор сложного высокотехнологического оборудования, объединенного многими километрами трубопроводов. Оборудование в случае Акционерного общества Саинским пласта, работающее уже пять десятилетий бесперебойно, если не считать остановку и перезапуск 1996 года, нуждается в постоянном техобслуживании, требуя текущего ремонта и капитального обновления. Эту функцию отлично выполняет одно из основных подразделений градообразующего предприятия – ремонтно-механическая служба. В структуре РМС три участка – ремонтно-механический, котельно-сварочный и заготовительный, производственные диспетчерские и технические отделы, бюро контроля качества, в которое входит лаборатория, а также контролеры сварочных и станочно-слесарных работ. В ремонтно-механической службе сегодня трудится порядка 140 человек. Трудовой коллектив постоянно обновляется, на смену ветеранам приходят молодые, инициативные, деятельные девушки и парни, которые перенимают опыт и постепенно вырастают до специалистов высокого уровня. Устроил самозавод после армии, и так постепенно, третий, четвертый, пятый разряд, на четвертом разряде уже поступил на высшее образование, учиться в Иркутский политехнический институт. Так Евгений Тарасенко постигал азы профессии в УЗИ, параллельно осваивая на практике все тонкости сварочного производства в ремонтно-механической службе. Учился, в 2010-м закончил, ну и пока обучался уже пятый разряд получил, потом в это же время уже замещал мастера в отсутствие, там пока мастер в отпуске, я исполнял обязанности мастера, в данный момент сейчас мастер котельно-сварочного участка. В подчинении 20 человек котельщиков, 7 человек сварщиков. Основная задача специалистов ремонтно-механической службы изготовление и ремонт оборудования для основных производств химического комбината, производства ПВХ, хлора и каустика, газового производства, а также изготовление запчастей для насосно-компрессорного оборудования, комплектующих для трубопроводов. По словам Евгения, который трудится в ремонтно-механической службе уже 20 лет, все эти годы работа на предприятии приносила только удовольствие. Многие старшие товарищи, которые делились с ним опытом, сегодня на заслуженном отдыхе. Некоторые до сих пор трудятся рядом и поддерживают. Я как бы не испытывал трудностей. Учителя хорошие, наставники были. Марченков Владимир из котельщиков, из сварщиков. Это Игорь Коряков, Толя Богданов. Мы помогали. Я учеником пришел. Ни такого, ни оборудования, ничего не видел. И вот работа с чертежами, с заготовками. Постепенно подходил, сам спрашивал, интересовался, как это сделать, как то. Ну, мне было интересно. Сейчас интересно. Какой-то заказ приходит, хоть мастера, все равно просматриваешь это. Все перерабатываешь. Одни заготовки в одну, ну, как, пооперационный идут. Заготовительный участок. Потом к нам уже идут. Или на строгальный, там, к токарям. А потом уже к нам на сборку все это поступает. Сейчас вот подготовка к капремонту идет. Много теплообменного оборудования, колонного оборудования, тарелки изготавливаем. Как и всегда, несмотря на аврал, связанный с подготовкой к капремонту, служба готова к выполнению любых задач, поставленных руководством Акционерного общества «Соянский пласт» по ремонту и изготовлению оборудования для поддержания основных производств в работоспособном состоянии. В настоящее время РМС выполняет работы по изготовлению и ремонту оборудования в соответствии с утвержденными программами, большой уровень сложности которых показывает, на каком высоком профессиональном уровне находятся специалисты и персонал ремонтно-механической службы.